Добрый вечер, уважаемые зрители, сегодня у нас необычный выпуск, у нас сегодня в Гасяв Тигран Амакьян, заместитель министра внукинных дел в Украине 2014 по 2016 год. Добрый вечер, господин Амакьян, рады вас видеть. И хотелось бы немножко подробнее вас представить. Наш соотечественник Тигран Амакьян, доктор политических наук, правильно я представляю, да? Да, да. Родился, живет в Украине. Родился я в Ереване, живу в Украине. Хотим сразу же вам передать слово и попросить господина Амакьян представить сейчас сегодняшнюю ситуацию в Украине и подробнее все это комментировать нашим зрителям. Пожалуйста, прошу. Да, спасибо большое, спасибо большое. Да, Украина родная мне страна, в Украине родилась моя мама, моя бабушка. Мой дед, будучи беженцем из Карина Эрзерум, в 18-летнем возрасте попал в Киев. Вот, поэтому с Украиной у меня связано как бы все. И с Киевом, и с Киевом, и с Украиной. Вот. Касательно ситуации. Ситуация уже почти месяц, как украинский народ очень эффективно, с высоким достоинством, собрав все силы, сопротивляется российской агрессии. Вот что мы имеем на сегодняшний день в Украине. Мы видим, что планы России по оккупации страны, как они планировали, за 2-3 дня провалились. И на данном этапе мы видим, что россияне перешли к систематическому уничтожению городских центров по всей стране практически, используя тяжелое вооружение. Используя крылатые ракеты, используя удары тяжелых огнеметных систем, тяжелых систем РСЗО. И фактически они пытаются сломить силу, духа и волю украинского народа. У них ничего не получается. Война провальная. Войска России деморализованы. Вот если вкратце то, что мы имеем на сегодня. Хорошо. Господин Авакьян, мы прекрасно знаем, что многотысячная армянская диаспора, живущая в Украине, тоже участвует и активно пытается помочь гуманитарными методами и тоже участвует в территориальной обороне. Насколько эта информация адекватна на сегодняшний день и какие подробные цифры вот этой участии и с этой ситуацией мы имеем? Пожалуйста. Ну смотрите, граждане Украины и армянского происхождения, они так же, как и весь украинский народ, непосредственно участвуют в обороне Родины. Армяне составляют свыше 1% населения, это около 400 тысяч. До оккупации России, Крыма, Донецка и Луганска это число доходило до полумиллиона человек. И большая часть армянского мужского населения участвует в обороне страны, в составе Вооруженных сил Украины, в составе отрядов территориальной обороны, разделяя со всеми остальными гражданами тяжелое бремя ведения боевых действий. К сожалению, у нас много погибших всех национальностей, в том числе среди этнических армян. Вот что мы имеем на сегодня. Господин Овакян, я с 2000 до 2004 года жил в Ялте. То есть в Крыму. Я когда жил в Крыму, когда она была украинской. И я был в гостях в 2015 году. Она была серая какая-то. Ту Ялту, которую я знал, я не увидел. Я уверен, что граждане, жители Ялты это прекрасно понимали, тоже чувствовали то же самое, что и я. Как вы думаете, почему они... Вот их же обманули, получается. Почему они не восстали? Как думаете? Это страшно? Никакого восстания не было. Никакого восстания не было. И я вам хочу сказать, что в том числе я, ялтинские армяне, после оккупации еще определенное время ездили с Украиной. Мои знакомые, кого я знаю, с украинскими флагами, потом это стало опасно делать для жизни. Потому что у всех есть семьи. Восстания не было ни в Крыму антиукраинского, ни на территории Донецка, ни на территории Украинского. Я имею в виду антироссийское восстание. Я не имею в виду антиукраинского. Я знаю, что не было антиукраинского восстания. Вы имеете в виду, почему народ не поднимает восстание? Да. Почему? Они же увидели, что... Против оккупации. Они же поняли, что их обманули. В чем причина, что против российской... Вы знаете, что могут сделать безоружные люди против российской военной машины? Россия никогда не остановится ни перед чем. Людей будут расстреливать, сажать. То есть там нет никакой возможности, учитывая огромную концентрацию воинских контингентов, мирному населению, мирными способами сопротивляться оккупации. Одним словом, страх. Я бы не сказал... Я бы не назвал это страхом. Я бы назвал это отсутствием возможности достижения реального результата. Любое действие должно иметь своей целью достижение эффективного результата. Выйти на улицу, чтобы понести жертву и не достигнуть никакого результата, это бессмысленно. Хорошо. Ясно, господин Новокьян, спасибо. Сегодня мы имеем такую информацию, что главная причина всех этих безумственных потерь, этих многочисленных жертв с украинской стороны, причина незакрытого неба. Правильно? Вот для закрытия неба, что в перспективе в ближайшие дни вам, как известно, может предпринять украинская сторона. То есть у нас есть такая информация в Армении, что получили противовоздушную оборону, системы обороны могут частично играть важную роль в этом деле. Комментируйте, пожалуйста. Смотрите, войска Российской Федерации наносят удары по больницам, родильным домам, по скоплению мирных жителей. То есть если они видят на письдец или мирные люди, они именно в эти места наносят удары. Делается для того, чтобы психологически словать волю населения к сопротивлению. Именно поэтому россияне поступают так, как даже не поступали нацисты во время Второй мировой войны. То есть фактически Путин по всем показателям превзошел Адольфа Гитлера и успешно двигается по этому пути. Касательно неба. У нас достаточно средств ООО и их количество постоянно увеличивается для того, чтобы решить эту проблему. Просто мы должны учитывать, что Украина воюет с одной из, как считалось раньше, по мощи со Второй армией мира. Боевые действия показали, что это не Вторая армия мира. Потому что россияне не в состоянии эффективно проводить операции. У них отсутствует качественное стратегическое планирование. У них ужасная логистика. И солдаты не имеют никакой мотивации. Они не понимают, зачем их привезли. Что они делают. И в принципе это армия мародеров и насильников. К сожалению. Вот то, что мы имеем на сегодняшний момент. То есть люди, которые грабят, насилуют, убивают. Фактически вот такой контингент 200 тысяч человек сейчас находится на территории Украины. Российская армия понесла потери приблизительно в 60 тысяч человек. Это общие потери. Потери ранеными, убитыми, больными и пленными. Они частично эти потери восстанавливают за счет контингентов с российской базы в Армении, за счет контингентов, по нашей информации, с мировотворческого контингента в Карабахе, за счет баз в Южной Осетии, Абхазии, Киргизии и Таджикистане. Также вербуются молодые сирийские крестьяне до 20 лет, которым предлагается оплата от 300 до 700 долларов. Фактически восполнять потери россияне на данном этапе войны без проведения мобилизации уже не в состоянии. Сейчас есть большая угроза вторжения со стороны Беларуси. Это никак не поможет российской армии. У украинской армии достаточно резервов, достаточно вооружения. И фактически на данном этапе российским войскам, кроме направления Мариуполя-Юг, на всех направлениях нанесены поражения. Я бы хотел, я часто об этом говорил и говорил об этом с 2006 года, обратиться к армянам России, к тем армянам, которые смогут услышать эту передачу, чтобы они не участвовали в этой бессмысленной, ужасной войне. Дело в том, что российские армяне несут очень большие потери. У нас очень много данных. Я думаю, вы сами видите в интернете. Эти фотографии публикуются. Я думаю, что армяне России должны понять, что таким образом Россия избавляется от армянского мужского населения. Для последующей скорейшей ассимиляции, как это делалось всегда веками. Ошибочно было выезжать на территорию России, планировать свою жизнь в России. Но раз уже 3 миллиона человек, включая историческую полумиллионную диаспору, когда это сделали, я думаю, что самым лучшим способом по возможности покидать армянскому населению территорию Российской Федерации. Чем дальше, тем больше мужчин будет призываться, тем больше будет потерь. И это бессмысленно, потому что многие уехали, спасая молодых ребят от призыва для того, чтобы защищать Армению и Карабах. Но сейчас они умирают за страну, которая предала Карабах и предала Армению два года назад в войне Армении-Азербайджана. В войне, где Россия приказала армянам проиграть. В войне, где Азербайджан расплатился с Россией союзным стратегическим и военным договором. И по информации компетентных источников, заплатила около 5 миллиардов долларов также Российской Федерации, на которой сейчас Россия ведет войну против Украины. Господин Авакян, в своем слове вы употребили бессмысленную войну. Мы прекрасно поняли вас. Давайте для наших зрителей разъясним еще раз всю эту ситуацию. То есть истинная причина войны непонятна. Российская сторона как агрессор пытается обосновать все это выдуманной нацификацией, демилитаризацией, то есть чтобы потребовать гарантии от НАТО и от Украины, что Украина не вступит в состав НАТО. Но всем адекватным людям в мире понятно, что причина не в этом. В чем же причина? Неужели она абсолютно бессмысленная, эта война? Во-первых, таким способом Путин пытается возродить Российскую империю. Он принял решение о начале боевых действий, основываясь на совершенно неправильных данных. Исходя из нашей информации, которую мы имеем, россияне предполагали, что их войска на территории Украины будут встречать с цветами и с хлебом с солью. Но 100% украинского населения оказывает серьезное сопротивление войскам. И русских у нас никто не ждет. У нас никто не ждет русскую армию. Соответственно, они готовились в короткие сроки, я уже говорил, завершить боевые действия. Им это не удалось. Война идет почти месяц. И, в принципе, именно они должны искать пути, как выйти из этой ситуации. Мы понимаем, что Путин не может остановиться, потому что поражение будет означать его физическое устранение. Это понятно. Но продолжение подобной войны приведет просто к Третьей мировой. К Третьей мировой, где Россия, как и сейчас, окажется против всего цивилизованного мира. Мы должны это понимать. У России нет аргументов сейчас, кроме тотальных попыток уничтожения украинских городов, сел с помощью ракетных систем и бомбардировок. Таким способом Россия строит русский мир. Таким способом Россия борется за права русского языка, на котором говорят все, и никто никогда его не запрещал на территории Украины. Вот то, что мы имеем на сегодняшний момент. Господин Авакян, вы прекрасно говорите на армянском языке. Этот факт, это говорит о том, что на Украине не то, что русский язык запрещается, а даже на армянском языке говорит на армянском языке прекрасно. То есть, никаких признаков государственного нацизма и речи не может. Ну, подобные разговоры несерьезны. Понятно. Правильно. Правильно, нацизма у нас нет ни нацистских партий, ни сочувствующих нацистскому движению на территории Украины. Вся та чушь, которую придумали в России как повод для начала агрессии, приведет к обратным последствиям. И денацификацию будут проводить на территории Российской Федерации, потому что именно войска России ведут себя так, как ведут себя нацисты. Уничтожая мирное население, убивая детей, разрушая инфраструктуру, жилые дома и городские центры. Вы видите видео, я уверен, доступное, видео, которое доступно в интернете. Вы видите, что они наносят удары пожилым домам, где погибают мирные люди. И по драмам, где по большим буквам написано «дети, городе малю». Да, мы учитываем этот факт, и больше таких надписей не будет, потому что они системно пытаются нанести максимальный урон мирному населению. Так как терпят поражение в войне, проигрывают вооруженным силам Украины и будут проигрывать однозначно. Они собрали всех, кого можно, и отправили к нам. То есть толпу мародеров и деморализованных негодяев. Вот, в принципе, что сделала Россия. Господин Авакьян, вы прокомментировали, и понятно, что российская армия несет большие потери, деморализованных. Но, с другой стороны, они используют самые барбарские и безумные методы войны. То есть они прекрасно знают, что есть законы, и военные действия тоже реализуются некоторой логикой. Вот между этим, с одной стороны, у них полный провал, а с другой стороны, они как-то ни перед чем не хотят остановиться. Бомбят мирных жителей, детей, роддом, больницы. Как, на ваш взгляд, все это может закончиться? Так как не все по логике идет. Ну, смотрите, уже сейчас поражение российской военной машины очевидно. Стратегически это закончится поражением Российской Федерации. И те руководители, которые приняли данные решения, будут подлежать суду и соответствующему наказанию. Как государственные преступники, международные преступники и террористы. Потому что все те действия, которые они совершают, это квалификация международной терроризма. Вот, в принципе, так это обязательно. Так это закончится. И по-другому это закончиться не может. Господин Авакьян, с другой стороны, мы знаем, что ведутся переговоры с российской стороной. То есть между Украиной и российскими, украинскими и российскими дипломатами сейчас ведутся переговоры. И какие перспективы, на ваш взгляд, от этих переговоров? И второй вопрос связан с этим. Где вот эта красная линия, через которую украинская сторона не перешагнет? То есть где вот возможность компромисса заканчивается для вас? Знаю, что угадывать немножко не очень рациональное дело. Ну, допустим, по вашим ощущениям, на что готовить и народ ради того, чтобы прекратили свои действия. Ну, смотрите, я могу комментировать исключительно ту информацию, которая поступает от непосредственных участников переговоров и аналитиков, которые комментируют переговорный процесс. Прямой информации у меня нет. Но мы можем делать вывод из открытых источников информации. И мы можем выводы делать из стратегической позиции внешнеполитической Украины. Красные линии – это территориальная целостность страны. Российская армия должна покинуть все, без исключения, оккупированные территории Украины. Включая Крым и… Конечно, безусловно. Орглот, как называется. Безусловно, безусловно. Российская армия должна покинуть все оккупированные территории, уйти в Россию. Украина, исходя из тех заявлений, за которыми мы следим, учитывая, что НАТО не оказала совершенно никакой поддержки и отказала в членстве, может пойти на отказ от совершенно на данном этапе бессмысленного стремления от членства в Североатлантическом альянсе. Но я, опять же, предполагаю, я не участвую ни как переговорщик, ни как дипломат в данных переговорах. Могу судить исключительно по общей информации. Если по ходу военных действий я могу судить из прямых источников, то по внешнеполитическим вопросам это совершенно сложно. Это очень закрытый, такой тонкий процесс, который можно комментировать, исходя из существующих комментариев уже. Поэтому я думаю, что Украина не поступится своей территориальной целостностью. Необходим полный вывод российских войск. И одновременно Украина должна получить гарантии безопасности, которые бы не умолили суверенитет Украины. И вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Спасибо. Господин Авакян, нам кажется, и есть новости про это, что Турция хочет свои дивиденды иметь с этой конфликта. И, как бы, с одной стороны, Турция не принимает участие в санкциях против России, Российской Федерации. С другой стороны, Турция хочет показать всему миру, что он может быть посредником, важным посредником. И турецкая сторона хочет стать платформой для переговоров и для мира между Россией и Украиной, для принятия мира. Вот в каких перспективе и насколько это объективно нам кажется, что в Украине, то есть, есть круг людей, и не самых последних, которые за то, что Турция имела вот эту роль в этой конфликте. Пожалуйста. Эту важную роль. Смотрите, Турция оказывает существенную помощь в Украине, если мы говорим о беспилотных летательных аппаратах, модификации Байрактав. Это очень важно. С другой стороны, мы должны понимать, что и эта роль только приветствуется, и чем больше у нас будет таких беспилотников, тем более это будет играть свою роль в ведении боевых действий. С другой стороны, необходимо понимать, что турецкая дипломатия, она всегда была сильна, она всегда была эффективна. Турция всегда исходит из своей выгоды, и это нормально не только для Турции, а для любого государства. Мы видим, что Турция с Россией очень успешно поделила сферы влияния в Сирии. Турция с Россией провела операцию по нанесению поражения Армении. За счет этой операции Турция придерживается полу-нейтрального статуса в войне России с Украиной. Азербайджан стал военным и стратегическим союзником России в соответствии с декларацией, подписанной 22 февраля. Да, и углубляет свое сотрудничество. Фактически тогда Россия заплатила Нагорным Карабахом за нейтралитет Турции и за союзнические отношения с Азербайджаном, готовясь к украинской войне. Это очевидные факты. Другие вопросы, почему армянское руководство так себя повело и согласилось с этим. Почему так недостойно повело себя военное руководство Армении Нагорного Карабаха, которое предало солдат и офицеров, которые погибли в количестве 5000 человек, за интересы России, за то, что в итоге Армения потерпела поражение. Касательно роли Турции. Я надеюсь, что Украина и руководство Украины будет исходить из украинских интересов, не из интересов Турции, либо какого-либо другого государства. Это логично. И я думаю, такие же надежды выражают все те люди, которые граждане страны любят Украину. В любом случае, если участие Турции приведет к позитивным сдвигам по остановке войны, по укреплению позиции Украины, то тогда это участие будет позитивным. Если это участие приведет к усилению, к замещению роли России, либо других стран турецким влиянием, то подобное участие будет регрессивным. То есть это уже не будет прогрессивным влиянием. Но опять же ответственность за подобные действия не ищет высшее руководство страны, которое руководит внешней политикой. Мы как граждане, эксперты, можем только наблюдать эти процессы и выражать свою точку зрения. Понятно. Господин Авакян, до начала российской агрессии сформировалась или начала сформироваться маленький альянс по сравнению с НАТО, я имею в виду, между Польшей, Украиной и Великобританией. Еще могли другие восточно-европейские страны присоединиться к этому альянсу. И по словам экспертов, как бы маленькая НАТО могла образоваться. Насколько сейчас это имеет перспективу? После окончания, может, войнных действий или в течение этих войнных действий. И вот второй вопрос. Вы сообщили уже, что НАТО никакой особой и весомой помощи не указал. Не указал, не указал, не указал, да, Украине. Но отдельные страны надо, да, и коллективного запада. Кроме этих жестких санкций против России, еще и войну, огоньную помощь оказали Украине, да. И вот как будет с этим. То есть Турция, да, оказывает немаловажную войну помощь и сотрудничает очень активно. Но, конечно же, вот помощь Соединенных Штатов, других европейских стран, сопоставима с помощью турецкой стороны, она, кажется, на наш взгляд больше, да, в разы больше. И вот Украина может не учитывать это и как бы пойти на такую стратегическую партнерство с Турцией и не посмотреть на Запад, в сторону Запада, в сторону США, Великобритании, соседскую Польшу. Да, вот нам кажется, Польша очень такая, может быть, важнейшая страна рядом с Украиной для будущего восточного фланга НАТО и европейского... Вы понимаете, стабильности восточного европейского... Да, смотрите, что я вам скажу. Дело в том, что сейчас Соединенные Штаты предпринимают очень важный шаг. Они предложили Турции передать комплексы СС-400 Украине, поставив Турцию в очень неудобное положение. Вы должны понимать, что Турция могла бы оказать большую помощь, если бы армянская армия победила тогда в Карабахской войне, то Турция оказывала бы большую помощь. Но Россия заплатила поражением Армении Турции за теперешнюю позицию Турции в этой войне. Мы должны это хорошо понимать. Соответственно, Турция имеет обязательства, имеет договоренности с Россией, она не может делать больше, не нарушая эти обязательства. Соединенные Штаты прекрасно понимают эту ситуацию. И вот этим шагом по предложению передать комплекс СС-400, они поставили Турцию на шпагат. И взамен, простит, долги между Россиями поставили Турцию перед выбором. Быть с Россией или быть с Западом. То есть, Турция пытается усидеть на двух стульях, это очень сложно. Например, Азербайджан выбрал один стул, сейчас российский, но очень Азербайджан качественно работает, потому что у Азербайджана есть энергоресурсы, которые он будет продавать на Запад. Соответственно, таким способом он сохранит отношения с Западом. У Турции другая ситуация, это важнейшая страна, член НАТО, и ее поставили перед выбором. И будут ставить перед еще большим выбором. Мы должны понимать, что существование Турции зависит от существования России, наоборот. Существование – это очень взаимосвязанные системы. И уже неоднократно Турция и Россия делят регионы. Мы знаем, как Турция и Россия разделили Армению. Мы знаем, как происходил геноцид в 1615 году. И бенефициарами оказались Турция и Россия. Фактически Армения потеряла все, территорию людей и стала маленьким государством на Южном Кавказе. Турция и Россия тогда тоже договорились и тоже победили. То есть, у них очень большой опыт решения подобных вопросов. Касательно отношений Польши-Украина. Украина и Польша – это исключительно близкие страны, лингвистически, культурно, исторически. Украинцы и поляки существовали в едином государстве сотни лет. То есть, и Польша находится в не меньшей угрозе в случае гипотетического поражения Украины, чем Украина. И Польше важно очень помогать Украине, что она и делает сейчас. Чтобы потом не вести войну на своей территории. И Польша помогает Украине. Касательно Великобритании, нам очень важна поддержка Великобритании. В том числе, Великобритания оказывает эту поддержку. Грандиозную поддержку, как и Соединенные Штаты, но не в таком объеме, но тоже в очень серьезных объемах, исходя из возможностей и размеров страны. И дело в том, что вот так же очень важно влияние Великобритании на Турцию. Потому что Турция традиционно, если кому-то и прислушивается исторически, то прислушивается к Великобритании уже не одну сотню лет. И в принципе, эти советы позволяют Турции существовать и развиваться, и проводить достаточно эффективную внешнюю политику. Мы должны учитывать, что Турция очень эффективное государство. Качественное государство. Во многом и благодаря тем армянам, которые столетиями создавали эту Турцию и сделали ее такое государство. Отдавались за эту Турцию жизни, за Османскую империю и вкладывали в Османскую империю свои усилия и возможности столетиями. Сегодня проскочила информация, что в Турции митинги по поводу, что Турция вышла из НАТО. Как вы думаете, выйдет ли из НАТО Турция? Турция не может выйти из НАТО, потому что Турция поставит под угрозу свою территориальную целостность. Дело в том, что мы должны понимать, что при всей успешности Турции это этнический, культурологический, социально очень неоднородное государство. Турция это страна, где запрещены DNA-лаборатории. По генетическому анализу. Вы представьте, что если завтра подобные лаборатории откроются по всей Турции, и большинство населения страны узнает, что оно армянского происхождения и частично греческого. Что тогда будет с Турцией? Мы всегда представляем Турцию в образе однозначно только врага, как армяне, но это тоже неправильно. Мы должны осознать, что генетически большая часть этого народа является потомками исламизированных армян. Да, амшинь. Не только амшинцы, это достаточно маленькие группы, армяне исламизировались везде, начиная с западной части Малой Азии, куда они переселялись, принимали православие греческого, потом становились мусульманами. Турции, территории Киликии, центральной Турции, восточной. То есть фактически Турция – это страна, где армянский генетический компонент превосходит все остальные генетические компоненты. Вот такая страна Турция. И безусловно, что армянам тоже нужно качественно вести с Турцией диалог. Но диалог вести с Турцией можно только когда ты сильный. Как Турция, так и Россия считаются только сильными странами. И безусловно, что такой диалог нужно вести с сильных позиций. Спасибо. Господин Авакян, давайте перейдем на внутренние вопросы, связанные с сегодняшней Украиной. Очень важный вопрос с гуманитарными коридорами. Что вам известно на данный момент из юго-восточной части Украины, то есть из Мариуполя города, мы знаем, что только одну десятую часть, по вчерашним данным, могли эвакуироваться. А речь идет про 400-тысячный город. Да, и какие перспективы по этим вопросам, и кто участвует? Мы знаем, что международные гуманитарные организации, Красный Крест, много голливудских звезд тоже помогают. Что вам известно по этому поводу? Я скажу следующее, что Россия пытается вывозить граждан Украины в качестве заложников на территорию Российской Федерации. Подобные действия можно квалифицировать как государственный терроризм, так же, как и все остальные действия, которые ведет Россия. Безусловно, что вопросы с гуманитарными коридорами решаются с огромным трудом. С огромным трудом, потому что нам нужно выводить женщин и детей из тех регионов, где находится российская армия. Потому что российские солдаты грабят и совершают акты насилия. Вот что делают российские солдаты. Особенно это касается солдат, выходцев с северо-кавказского региона, в частности, из Чечни. То есть, это маст, то, чем они занимаются. Вот такая ситуация. А то, что была информация, что мирные граждане вооружены, не защищаются, вот когда бывают случаи нападения, граждане не защищаются? Мирные граждане, те, кто имеет оружие, конечно, защищаются. Но чтобы получить оружие, нужно иметь либо свое оружие, в основном охотничье, либо право на ношение. Безусловно, что не очень большой процент граждан, имея подобное оружие, защищаются. Безусловно. Либо нужно быть членом территориальной обороны, отрядов территориальной обороны, где ты официально получаешь оружие. В принципе, у нас нету тотального вооружения граждан, как в Соединенных Штатах. Уверен, что будет, учитывая те обстоятельства и постоянные угрозы со стороны России, пока она будет существовать, эта угроза экзистенциональная, она не пройдет. Поэтому да, когда-то так будет. Господин Авакян, и в конце нам бы хотелось предоставить вам слово и ваше обращение и к украинским зрителям, и нашим армянским зрителям, что очень важно для нас. И какой вот месседж хотели бы вы особенно передать людям, которые живут, сочувствуют Украине, болеют за Украину. Мы понимаем, что ту войну, которую сейчас ведет украинская нация, украинская страна, Украина как страна, это война за свою свободу, а истинный смысл жизни – это именно свобода. То есть мир просто ради мира, если у тебя нет никаких прав, никакой свободы, такая жизнь становится бессмысленной. Вот ваше слово, пожалуйста. И на этом... Спасибо большое. И армянскому зрителю можете обратиться на армянском языке, желательно. Да, я на армянском языке обращусь. Спасибо к армянскому зрителю. К своим соотечественникам, украинцам я обращаюсь практически каждый день. Я хотел бы сказать, что Украина обязательно победит. В этом нет ни малейшего сомнения. И самое главное, чтобы мы могли сохранить больше жизни. Именно ради этого и ведутся переговоры, чтобы минимизировать потери. Украина победит обязательно. Победа будет за Украиной. И другого выхода быть не может. Украина победит. 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 Украина победит.